Изначально воспринимаемая как символ бунтарства и несогласия. В наше время татуировка стала искусством, выставляемым на живых холстах. Если в прошлом тату говорили о принадлежности хозяина к определенной группе лиц, вроде байкеров, музыкантов, моряков или людей, связавших свою жизнь с криминалом, то сегодняшнее поколение доказало, что татуировки не определяют жизненный статус, а скорее отражают состояние внутреннего мира человека. Довольно очевидно, что мне нравятся татуировки, и встречая парня или девушку с дикими рукавами, я несомненно восхищаюсь их внешним видом. Но случается и так, что при виде некачественной татухи кайф, блин, глаза себе выколоть, лишь бы не видеть это дерьмо. За следующие несколько минут я постараюсь рассказать вам основные шаги, которые придется сделать для того, чтобы заполучить себе под кожу качественную порцию чернил. Поехали! Первое. Определитесь, хотите ли вы нанести на тело знак, несущий какое-то конкретное, легко читаемое значение, либо просто хотите татуировку из-за того, что вам хочется татуировку. Второе. Выберите стиль татуировки. Их супер много. Для примера. Реализм, Лайнворк, Ориентал, Чекана, Биомеханика, Олдскул, Трайбл, Трэшполька, Дотворк, Полинезия, Ньюскул, Традишнл, Блэк Ворк, Орнаментал и даже Хэнд Полк. Супер дофига и каждый день люди выдумывают новые. Сами лезете в Гугл, рисочите этот вопрос и выбираете. Третье. Выбор мастера. Этот пункт неизвестно и после выбора стиля, так как ни один специалист не может одинаково хорошо работать во всех стилях. Скорее даже наоборот. Он будет делать это одинаково плохо для каждого из них. Изучите работы мастера в социальных сетях. Фотографии – лучшее доказательство крутости. Награды с международной тату-конвенцией тоже подойдут. Четвертое. Размер татуировки. Чем больше татуировка, тем она легче читается. В этом случае правило «больше-лучше» работает. Но, конечно же есть «но». Не делайте татуировку настолько большой, чтобы плоскость нанесения изгибалась, так как в некоторых случаях и для некоторых стилей это будет смотреться довольно странно. И, пожалуйста, не забивайте часть спины маленькой татуировкой, так как спина – самая большая ровная поверхность тела. Лучше набейте на ней что-нибудь большое. Пятое. Выбор эскиза. Пересмотрите миллион картинок на понравившуюся тему. Выберите 10 и покажите их мастеру. Именно так можно наиболее точно передать вашу мысль. Дальше работать не может. И сразу же два «не». Не приносите фотографии других татуировок в качестве эскиза, так как один в один копировать чужие тату – дикое западло. Не просите кого-то со стороны нарисовать эскиз для тату. Рисунок может замечательно смотреться на бумаге, но ужасно на коже. Доверьте работу тату-мастера тату-мастеру. Седьмой и последний пункт. Заживление. Способы заживления – очень индивидуальная тема. Пленки, пеленки, мази, кремы. Выберите наиболее подходящий именно вам. И самое главное – подойдите к процессу ответственно, чтобы не испортить качественную работу. Надеюсь, это видео было для вас информативным. А теперь идите и делайте татуировки. Ведь они из того, что отделяло нас от социума, превратились в то, что нас объединяет. Уважайте себя, уважайте других. Увидимся. О, кстати, тату-спонсором данного выпуска является тату-студия Lucky Style в Ростове-на-Дону. А вещи любезно предоставлены компанией HH Wear.